Тонны льда, с десяток фигур с подсветкой и сотни метров иллюминации. Готовят к открытию и отдаленные районы. В парке имени Жанаева в список зимних забав войдет даже футбол. Как это будет выглядеть, знает Альтина Дармаева. Парк Ожил, говорят жители микрорайонов Загорск и Восточный. Теперь здесь что ни день, то праздник силами творческих коллективов Рассвета и самих жителей. У нас парк преображается каждым годом. Такого раньше не было? Ну нет. Ну вот такое открытие, даже с концертом. Мы специально приехали. А вот специально ездить в центр города за зимними развлечениями теперь точно не нужно. В парке Жанаева есть все от катушек до елочки. Долго и упорно мы готовились. Такой прекрасный городок построили. Это уже второй. После реконструкции в парке Жанаева насчитывается у нас 12 фигур. Они все с подсветкой, с иллюминацией. Иллюминацию по аллее мы повешали около 500 метров. Елочку подсветили. Также хотели пользоваться случаемом пригласить всех жителей нашего микрорайона Загорск-Восточный и в общем с города, чтобы приехали, посмотрели наши фигуры, наше творение, нашу работу. Оценили зрители и работу творческих коллективов. Сегодня в рассвет на кружки ходят почти 500 человек. Это крупнейший досуговый центр Улан-Удэ. Стараемся, привлекаем разнообразные. У нас есть виды деятельности. Все возраста стараемся охватить. И взрослые бабушки, дедушки, и молодежь, и маленькие совсем ребятишки. Будет чем заняться не только жителям Восточного и Загорска. Пока в железнодорожном районе к длинным зимним выходным уже все готово. Подготовлено масса мероприятий. Во-первых, у нас на территории района работает уже на сегодняшний день 5 лыжных баз, 7 катков массового проката. Работает 51 спортивная площадка по месту жительства. Из них 44 – это площадки для игр в мини-футбол. И в мини-футбол даже зимой играет? Ну, конечно. Это самая, наверное, излюбленная игра в зимний период, что и летом, что и зимой. Без исключения. Алифтин Дармаева, Сергей Костенко. Новости дня.